Участниками большой научно-практической конференции стали представители системы здравоохранения области, стоматологи, врачи общей практики, главные врачи центральных районных поликлиник. В качестве главных спикеров на встречу выступили представители Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, а также специалисты областного онкологического диспансера. 70% онкологической патологии, выявляемой именно этой локализацией, выявляется в третьей-четвертой стадии. А основа нашего с вами функционирования – это раннее выявление. Потому что чем раньше мы выявим эту патологию, тем эффективнее мы сможем помочь нашему пациенту, чем радикальнее мы сможем излечить эту патологию. Третья-четвертая стадия – это дорогостоящая химиотерапия, таргетные препараты, которые стоят очень больших денег. Это сложные, травматичные операции. Да, мы можем сделать такие операции и с гордостью показать, что мы это выполним. Насколько это тяжело для пациента и как тяжело проходит процесс восстановительного лечения. Актуальность обсуждаемой проблемы очевидна. Рак головы и шеи стоит на шестом месте по распространенности среди злокачественных новообразований в мире. За последние 10 лет таких больных зарегистрировано в два раза больше, чем за предыдущий период. По данным медиков, в связи с этим заболеванием фиксируется крайне высокая одногодичная летальность в нашей стране. В течение года от опухолей в области головы и шеи умирает от 40 до 50% от общего числа заболевших. В результате опухоль, учитывая, что кровоснабжение активное этой области, крайне быстро развивается. И пациенты приходят и уже обращают внимание на наличие какого-то патологического образования во рту, только когда формируются метастазы, то есть когда увеличиваются лимфоузлы на шее. Но в этих стадиях оказать человеку, пациенту, какую-то помощь максимально для него не калечащую, не представляется возможным. И в связи с этим крайне высокая годичная летальность в нашей стране от заболеваний данного рода. Причина отчасти кроется в несвоевременном обращении за медицинской помощью. Именно поэтому в рамках конференции был дан полный комментарий по профильному приказу Министерства здравоохранения. Основное мы обеспечиваем активный вызов людей по зоне обслуживания. То есть любая центральная районная больница имеет список населения. Формируется целевая группа, а это все люди старше 40 лет находятся в зоне риска. Мы расписали список, на что должен обратить внимание пациент. Выполняем анкетирование согласно этих жалоб. И если хотя бы на один из пунктов анкеты человек ответил положительно, то следующий этап для него – обращение в профильное онкологическое учреждение, либо к специалисту. Опухоли головы и шеи – собирательный термин, объединяющий различные злокачественные новообразования, которые первично развиваются в области горла, гортани, носа, носовых пазух, на слизистой оболочке губ, полости рта, шейном отделе пищевода, а также в слюдных железах. Многое здесь зависит от своевременной диагностики, которая в регионе делается в комплексных лабораториях и на специальном оборудовании. В группе риска чаще люди старше 40 лет. При курении увеличивается риск заболеваемости любыми опухолями, патологиями полости рта, гортани в 10 раз. Именно поэтому многое в вопросе зависит и от самого человека, его питания, образа жизни, привычек. За последние 10 лет в полтора раза увеличилось количество пациентов, где-то с 250 до, в прошлом году было выявлено 361 пациент. Это не очень большие, кажется, цифры. На самом деле масштаб в области это достаточно много. Много пациентов болеет в трудоспособном возрасте. Поэтому цель нынешней конференции, конечно, это собрать специалистов, не только онкологов. Самое главное нам собрать специалистов, которые на первом этапе сталкиваются с такими пациентами. Это врачи общей практики, которые в основном сейчас работают в сельской местности. Это врачи-отериноларингологи, стоматологи, все тем, к кому за первичной помощью обращаются наши пациенты. Результаты лечения таких пациентов напрямую связаны с тем, с каким первичным размером опухоли сталкиваются врачи. Если при первой стадии можно вылечить более 90% пациентов, то при четвертой только пятую часть. Именно поэтому усилия всех специалистов, которые занимаются лечением этой сложной группы пациентов, направлены в первую очередь на то, чтобы увеличить выявляемость в целом и раннюю выявляемость в частности. Диалог в этой плоскости будет продолжен.